23. Столько раз арендодатели по всей стране, с которыми мы заключали договоры на аренду помещений для штабов или для торжественных открытий, расторгали уже заключенные договоры внезапно и без объяснения причин. Ну, один раз это случайность, мало ли что могло в голове у человека поменяться, ну, два раза даже, наверное, тоже. Но 23, это уже не очень похоже на случайность, не правда ли? Ой, извините, 24. Это клуб Вольта, площадка, которую мы нашли после двух месяцев поисков площадки для открытия в Москве. На прошлой неделе они подписали договор, а вчера поздно вечером им внезапно показалось, что они бы подписались кем-то не тем. И тут же об этом написали все нашистские помойки типа Рупостерс и Лайф Ньюс. Совпадение? Хм, не думаю. Руководство клуба прекрасно знало, что за мероприятие готовится. Учредитель и директор говорили, конечно, мы не боимся. А вчера вечером начали сбрасывать звонки, а потом отключили телефоны. И мы, конечно, прекрасно понимаем, что происходит. Мы прекрасно знаем, как по всей стране сотрудники ФСБ приходят ко всем собственникам и пугают неприятностями в случае сотрудничества с нами. А еще мы прекрасно знаем то, что ни у кого из тех, кто не испугался, никаких неприятностей не было. Но, увы, куда больше тех, кто струсил. Больше собственников? Да это уже даже, кстати, не собственники. Как-то надо иначе называть тех, чьим правом собственности спокойно распоряжаются какие-то серые бандиты в погонах. Что грустно. Организация такого мероприятия – это большой проект. Оформление зала, аренда оборудования, организация безопасности – мы готовились. И теперь у нас есть 110 килограмм красно-бело-синей драпировочной ткани, еще 125 квадратных метров ковролина. Ну а до завтрашнего вечера еще целая фура со свето- и звукотехникой. Можно устроить вечеринку большую. Ковролин никому не нужен, кстати. А вот что хорошо. И это еще одно совпадение. Когда мы ввели кампанию по выборам мэра Москвы в 2013 году, то к концу кампании, к сентябрю, на пике всей движухи, у нас было зарегистрировано 17 тысяч волонтеров в Москве. И вот ровно 17 тысяч волонтеров у нас зарегистрировано в Москве и сейчас. Только еще до начала кампании. Так что есть чего испугаться. Есть от чего вот этим серым людям из ФСБ забегать. Вот они испугались и забегали. Ну они-то испугались. А нам-то чего бояться? Нам бояться нечего. Московский штаб открывается в понедельник 29 мая и начинает работать. Нам ведь в конце концов не шашечки, нам ехать. Мы начнем сбор подписей, мы начнем агитационные кубы, подготовку наблюдателей. Мы каждый вечер в штабе будем проводить организационные собрания и там расскажем про все задачи для московских волонтеров. А что до торжественного открытия? Ну если нам отказали все залы в Москве, значит выбора-то особо нет и придется проводить его на улице. Благо погода хорошая, да и повод есть. Мы же с вами встречаемся 12 июня. Ну так это пусть и будет наше торжественное открытие московского штаба. Увидимся. Ну и подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Продолжение следует... Продолжение следует...